Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила с вами поговорить наконец-то на тему налогов. Я знаю, что февраль уже давно-давно закончился, но у вас еще есть время до конца апреля подать налоговую декларацию. И сегодня мы поговорим с вами о молодежи до 26 лет, а также тем людям, которые уже старше 26 лет, как подавать, через какую программу, как проверять и вообще нужно ли нам что-то сейчас уже в 2020 году делать с налогами польскими. И что делать, если вы находитесь уже в своей стране. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть это видео дальше. Давайте сначала о молодежи, которым до 26 лет. Закон вступил с 1 августа 2019 года, что каждая молодежь до 26 лет в Польше освобождается от уплаты налогов. Такую льготу может получить не каждая, только молодежь до 26 лет, а также если доход не превышает 85 528 злотых. Так как мы рассчитываем налог в 2020 году за 2019 год, и в связи с тем, что закон был принят в августе 2019 года, то в период август 2019 года по декабрь 2019 года ваш доход не должен превышать 35 636 злотых брута. И тогда вы можете воспользоваться данной льготой. Ну и также вы должны иметь умову обратиться, либо же умов возле цене. Если вы в 2019 году написали своему работодателю такое ошибчание, заявление о том, что вы хотите получить такую льготу, то есть, чтобы в вас не сымался налог, то ваши доходы были перерасчитаны в 2020 году за 2019 год. С 2020 года вся молодежь до 26 лет уже не должна писать такого заявления, уже все будет автоматически. То есть, если ставка указана брута, то вы такую же сумму получаете нету. То есть, если минимальная краевая сейчас за час 17 злотых брута, то вы, соответственно, получаете 17 злотых нету за 1 час вашей работы на территории Польши. Нулевой пит не распространяется на доходы, которые вы получили на основании умовы отдела, если вы ввели свою предпринимательскую деятельность, выплата некоторых социальных пособий, то есть, это по безработице, по каким-то заболеваниям и так далее. Помните, что если вы и написали там заявление, либо же вот сейчас, с 2020 года, у вас и нулевой пит, то есть, у вас нулевые доходы, то это не означает, что вас освобождают от уплат в НФЗ, то есть, вы обязательно должны иметь страховку. Поэтому от этого всегда и зависит еще ваша заработная плата. Потому что, если, например, очень многие путают, что если вам 26 лет, но вы, например, не студент, то вы должны получать 17 злотых нету. Это неправильно. Во-первых, так, если вы студент, у вас есть легитимация актуальная, на момент подписания договора и до окончания вашей легитимации работодатель может заключить с вами умовы опрации, либо умовы взлицения, и если вам на тот момент нету еще 26 лет, то вы будете получать, там, например, 17 злотых брута и 17 злотых нету означает. Если же во время подписания договора вам еще нету 26 лет, но вы не студент, тогда работодатель должен платить еще в НФЗ, то есть в ЗУЗ, и ваша ставка тогда уменьшается, то есть вы уже получаете 14,70 злотых нету. Если же у вас есть еще одна работа, и вам до 26 лет, и у вас нету легитимации, то есть нету студенческой карты, то вы тоже получаете около 15 злотых нету. То есть не путайте тот момент, что ПИД нулевой для молодежи, он для всех. Нет, к сожалению, все будет зависеть от вашей ситуации, от того, работаете вы или не работаете, учитесь вы или не учитесь, и сколько вам лет. Поэтому не забывайте этот момент, и если вы получили от работодателя ПИД-11, то вы его обязаны проверить. Как это сделать, мы поговорим с вами об этом немножко позже. Ну а теперь давайте поговорим о людях, которые вообще приехали работать и проработали в 2019 году. Давайте я вам еще раз напомню, я снимала недавно видео о резиденте и нерезиденте на территории Польши. И я вам там объясняла, кто является резидентом, а кто является нерезидентом. Так вот, если вы получаете на руки документ, декларацию ИФТ-1Р, либо ИФТ-1, то, к сожалению, в Польше рассчитать ее не можете. Либо же, если вы напишете заявление вашему работодателю о просьбе перерасчете вашего ИФТ-1Р на ПИД-11, при этом подтвердите о том, что вы были резидентом на территории Польши, находились более 183 дней, то тогда вам могут перерасчитать. Но я вам честно скажу, на практике очень маленький процент работодателей делает эти перерасчеты, потому что в том году они платили за вас двойные налоги, а перерасчитать всю полностью систему, это, к сожалению, не на один день. И многие работодатели не хотят заморачиваться этим, потому что нужно по-другому тогда делать перерасчеты, нужно по-другому делать переплаты, возвращать по-другому суммы вашего дохода, поэтому не каждый этим хочет заниматься. Для этого я вам снимала видео о резиденте-нерезиденте, и вас предупреждала, если вы являетесь резидентом и находитесь на территории более 83 дней, то идете в ужин скорбовый, берете себе справку о том, что вы являетесь резидентом, приносите к работодателю, и ваш 2020 год, например, в 2021 году будет рассчитан уже нормально. Также помните, что у людей, у которых был НИП раньше, к сожалению, он уже в будущем вам не пригодится, поэтому каждый, кто приезжает сюда на территорию Польши, должен получить Песель. Песель сейчас очень легко получать, берете договор на жилье, идете в ужин в място, делаете часовый мальдонок и получаете Песель. Вы можете получать часовый мальдонок даже на один месяц, при этом ваш Песель будет вам на всю жизнь выдан, он не будет вам выдан только на один месяц. Поэтому не забывайте этот момент, либо же есть еще одни нюансы, как получить Песель, но если захотите, то мы поговорим с вами об этом в другом видео, а сегодня о налогах. Так вот, кто должен получить ПИТ-11? Если, во-первых, вы были в 2019 году более 183 дней, во-вторых, если вы работали легально на умове праце, на умове злицения, либо на умове отдела, и в-третьих, вы являетесь резидентом Польши и есть у вас Песель. Еще одним таким моментом, многие сейчас, может быть, спросят у меня, Оль, а я работала в 2019 году только 2 месяца, либо 3 месяца, и мне дали ПИТ-11. И что мне делать? Дальше его рассчитывать? Да, без разницы, работали вы 1 месяц, работали вы 3 дня легально, и если уже работодатель выставил вам ПИТ-11, то вы должны его перерасчитать в ПИТ-37. Каждый, кто выполняет такие условия, которые я вам перечислила выше, до конца февраля должен был получить либо же на руки ПИТ-11, либо ИФТ-1Р, либо ИФТ-1. Либо же, если вы не получили это на руки, то вам должны были прислать это письмо, либо же на территории Польши, либо в вашу страну. Это будет всё зависеть от того, что вы указывали, когда подписывали договор. Понятное дело, что от уплаты 17-75%, а в 2020 году будет уже 17% ровно, освобождаются лица, которые не достигли 26 лет, о которых я вам рассказывала ранее. Помните, что ПИТ-37, ПИТ-36, ПИТ-38 и ПИТ-39 нужно подать до 30 апреля 2020 года. Ну а теперь давайте я отвечу на самые популярные вопросы, которые вы мне часто задаёте по поводу налогов, как в Инстаграме, так и в Фейсбуке. И надеюсь, что я вам помогу как-то разрешить ваши проблемы и вашу картину по поводу налогов. Не так всё страшно. Давайте первое поговорим о возвратах льготы на детей. Я знаю, эту тему просто, наверное, не так возвращают налоги, как хотят вернуть льготу на ребёнка. На каждого ребёнка на территории Польши возвращается определённая льгота. То есть, если у вас один ребёнок, это 1112 злотых, если у вас есть двое детей, тогда тоже на второго ребёнка 1112, на третьего ещё больше и так далее. Но нету закона, который бы говорил, что нельзя возвращать налог, точнее нельзя возвращать льготу для тех родителей, которые дети находятся не на территории Польши. Но при этом и нету закона, который бы говорил, что они обязаны находиться на территории Польши. Каждый источник говорит что-то разное. Если до этого были ситуации, и я лично свидетель таких ситуаций, когда вписывали детей в декларацию ПИД-37, и был звонок с Уженда о том, что нужно будет принести паспорт с печатями о том, что ребёнок был на территории Польши за тот период, в который возвращаются деньги, а также свидетельство о рождении, переведённое на польский язык. Ну, в общем, подтвердить тот факт, что ребёнок и правда находился на территории Польши. При этом я также знаю много случаев, когда люди возвращают и говорят, что я возвращаю уже третий год, и мне ничего, никто не звонил. Я знаю тоже такую, и такую чёрную сторону, и белую сторону ситуации. На самом деле, когда я узнавала в Уженде с Карбовым здесь, у нас в Поморском воеводстве, то мне одна пани, инспектор сказала, что ребёнок должен находиться на территории Польши в момент возврата льготы, потому что пан либо пани работает на территории Польши, налог мы платим здесь на территории Польши, поэтому и ребёнок должен здесь находиться. При этом мне другая девочка прислала скрин от бухгалтера, где та ей пишет, что неважно, где находится ребёнок на территории вашей страны либо на территории Польши, вы всё равно его содержите, поэтому вы имеете право вернуть такую льготу. Я вам так скажу, если хотите уж серьёзно этим задаться вопросом, тогда лучше сходите в ваш ужин, который находится в вашем городе, и узнаете, как они на это смотрят. По факту можете. На практике, не знаю, часть, конечно же, приходится вернуть эту льготу, потому что у них нет подтверждающих документов, что дети находились на территории Польши. Поэтому по поводу детей у меня можете не спрашивать. Я всё равно утвержу, что дети должны будут находиться на территории Польши, и вы должны заполнять ПИТ-О. ПИТ-О. Это декларация для льготы на каждого ребёнка. Для того, чтобы внести ребёнка в такую декларацию, ему нужно иметь либо же пессель, либо же знать его дату рождения, а также имя и фамилию ребёнка, как в паспорте. Следующий вопрос, наверное, самый ещё тоже популярный. Нужно ли нам вообще что-то делать с этим ПИТ-37, если всё-таки уже с 2019 года ужин скорбовый сам это рассчитывает? Так вот, я вам скажу, что нужно. Всё равно вы должны. И здесь такой момент, что, с одной стороны, вы не обязаны, и можете ничего не делать, дождаться там 30 апреля, после 30 апреля будут вам перечислены ваши суммы денег по возврату. Но, с другой стороны, как вы узнаете, если у вас там недоплата? Вас никто не будет уведомлять о том, что вам нужно, наоборот, вам не возвращается налог, а вам нужно доплатить этот налог. Кто вас это уведомит об этом? Никто. И у вас будет расти пеня тогда. И вам тогда через, на следующий год, когда вы захотите возвращать налоги, вас просто система не пропустит о том, что у вас задолженность. При этом налоги очень важны возвращать, либо там рассчитывать их, подавать эти декларации, так как всем тем, кто хочет подаваться на карту резидента, на гражданство, это очень важно. Особенно это важно при карте резидента, потому что вы приносите документы, подтверждающие последние 3 года ваши легальные работы, а из одних, из перечень документов является ПИТ-37 за последние 3 года. Как я вам сказала, есть два выхода. Либо вы ничего не делаете, не рассчитываете, ждете 30 апреля, и вам либо возвращается налог, либо вы просто идете в ужин с корбовым и узнаете, нужно ли вам что-то доплатить. И второй вариант, вы просто заходите через систему epita.pl, либо податки gov.pl, и проверяете свои там налоги, проверяете свои данные. Ага, еще самое важное, что я не сказала вам, если вы не рассчитываете налог, и ждете, пока у вас ужин рассчитает, и пока у вас придут оплаты после 30 апреля, то ответственность несете вы за эти расчеты. То есть, если в будущем какая-то появится ошибка, либо кто-то там в проверке узнает, что где-то была какая-то ошибка, то, к сожалению, несете ответственность за это вы. Если же вы проверяете все, то, понятное дело, вы тоже несете ответственность, но зато вы точно знаете, что вы там проверили, какие вы данные вписали. При этом часто, если у вас только появился ребенок, ужин об этом не знает, и может его не внести в эту систему. А для этого и нужно сверять эти налоги, для того, чтобы проверить, все ли данные указаны, все ли дети указаны, потому что, может быть, у вас только был один ребенок, а родился в 2019 году еще один ребенок. А об этом не сказано в налогах. То есть, вам надо это все проверять. Обязательно. Для того, чтобы войти в систему, вам нужно, если мы говорим о податке Gov.pl, вам нужно иметь PESEL. Если мы говорим о EPIT.pl, вам можно иметь либо PESEL, либо же NIP. но знаете, что если у вас какой-то год не будет рассчитан, то система вас не пропустит, и налоги вам не рассчитаются. Вам нужно будет тогда распечатывать эти таблицы, распечатывать эти Excel и завозить беспосредственно в ужин с Корбовой, который находится рядом с вами по адресу замешкания. Либо же, если вы поменяли воеводство, то вам нужно будет заказным письмом отправлять в то воеводство, где были уплачены налоги. Дальше. Если вы работали в 2019 году на нескольких работах, 3, 4, 5 работ это было, и вам, например, от двух работодателей пришел ИФТ-1, то, понятное дело, этот документ вы откладываете, он вас не интересует, и от трех работодателей вам, например, пришел ПИТ-11. Так вот, в ПИТ-37 вы должны указать всех работодателей, у которых вы получили ПИТ-11. И в одном документе вы должны их всех рассчитать и потом посмотреть, где, что и как. Если же ваша жена находится на территории Польши, но она не работала, вы также можете ее внести в базу, обозначив о том, что вы подаете декларацию вспольно с муженким, то есть совместно с женой либо с мужем, при этом у вас налог немножко на возврат увеличивается. Также с 2020 года появился пункт о том, что если мать-одиночка находится на территории Польши, находится в разводе, не получает на территории Польши алименты, то она также имеет право указать, что она мать-одиночка, которая воспитывает самостоятельно своих детей, и при этом налог тоже увеличивается на возврат. Дальше. 500 плюс никак не должно виднеется в ПИТ-37. 500 плюс – это пособие, а не зарплата. То есть с пособия у вас не всымается никакой налог, а это означает, что вам не нужно его никак указывать в ПИТ-37. Как же обстоит ситуация, если человек находится в своей стране и получил ПИТ-11? Если же у вас есть ПСЛ, есть ПИТ-11, и вы находитесь в своей стране, то в принципе проблем никаких не должно возникнуть у вас. Я надеюсь, что предыдущие ПИТы у вас тоже рассчитаны, поэтому через систему вы сможете проверить все и отправить на возврат своего налога. Если у вас закрыт банковский счет, польский, тогда для тех, кто хочет вернуть свой налог на банковскую карточку вашей страны, вам нужно будет заполнить ЗАП-3, эта декларация, и отправить ее, то есть распечатать и заказным письмом отправить ее в Ужин Скорбовый, чтобы они сделали вам перевод на международную карточку. При этом вы должны знать ваш ИБАН, SWIFT и номер счета. Если у вас нету ПСЛ, либо НИПа, и тут начинаются проблемы, потому что по факту вы вернуть налог сидя в своей стране и, к сожалению, никак не можете вам либо сюда приезжать, получать, присваивать номер, либо же приезжать после 30 апреля и писать заявление в Ужин Скорбовый о том, чтобы вам перечислили налог на вашу банковскую карточку, либо же вы смогли забрать в любом почтовом отделении по адресу проживания. То есть, понимаете, каждая ситуация по возврату налога индивидуальна. Я знаю, что многие ко мне пишут по этому поводу, я знаю, что у каждого ситуации разные, и здесь вот четкого алгоритма никакого вообще нет. Я не могу вам сказать, что нужно сделать то, 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 и вы получите свои деньги. К сожалению, каждая ситуация разная. При возврате одного налога оказывается, что в 2018 году никто не возвращал налог, никто не делал ПИТ-37, от этого начинаются проблемы, поэтому вам нужно сначала почистить, можно так сказать, и навести порядок в предыдущих своих ПИТах, а после этого возвращать и делать расчеты, проверять те расчеты, которые находятся в вашей системе в 2020 году. А вообще, я вас всех предупреждаю сразу, если вы едете первый раз на территорию Польши, либо вообще еще раз возвращаетесь и будете здесь оставаться дольше, либо же будете работать здесь больше 183 дней, сразу делайте себе ПСЛ, либо же сертификат резидента и относите эти все данные своему работодателю. После этого у вас не будет никаких проблем с возвратом налога. Единственная будет проблема, если вы закроете свою польскую карточку и вам нужно будет просто тогда заполнить декларацию ЗАП-3, если захотите, я вам тоже оставлю в инфобоксе эту декларацию ЗАП-3, где ее можно скачать, заполнить, распечатать и отправить. В принципе, с возвратом налога никакие-то не должно возникнуть проблем, при этом вы должны с головой подходить к этому возврату, а также помнить о ПИТ-О, то есть о льготах на ребенка. Поэтому, если у вас будут еще какие-то ко мне вопросы, то можете писать в комментариях или в личные сообщения в социальных сетях. Я надеюсь, что с каждым годом эта тема будет реже появляться на канале, потому что она будет более доступная и понятная для каждого из вас. Спасибо, что были вместе со мной сегодня, но с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео и всем пока-пока.